19 медалей на двоих. Такое количество не часто зарабатывают даже сборные команды. Однако это удалось сделать юным сестрам Старцевым на соревнованиях, прошедших в Батуми с 11 по 13 ноября. Глядя на этих хрупких девочек, ни за что не подумаешь, что с раннего детства они занимаются ничем иным, как карате. И все эти многочисленные медали, заработанные ими, именно в этом виде спорта. В этот раз они поделились с нами секретом своего успеха. Постоянные, очень много тренироваться и стараться на каждой тренировке. Ну а такое невероятное количество медалей, заработанных в ноябре этого года, девочки объясняют тем, что в Грузии они попали на сдвоенные соревнования. Там проходил и чемпионат Европы, и Кубок мира. Кроме того, Вика и Ника участвовали во всех возможных категориях. Ну и практически во всех они получили медали. Гордятся юными спортсменками их тренеры Рамиль и Елена Сакаева. И, конечно же, гордится ими мама, которая, сопровождая дочерей на каждое соревнование, является, пожалуй, самым непредвзятым судьей. На соревнованиях в Грузии, конечно, можно было выступить и лучше. Так уж, честно говоря, у нас не все золотые медали. Но, конечно, девочки старались по максимуму. То есть 19 из 20 возможных категорий. Ну, наверное, это неплохой результат. Плохо, конечно, чтобы были бронзовые медали, серебряные. Но где была такая возможность, они действительно выкладывались, они занимались. И несмотря на то, что мы приезжаем на несколько дней раньше, чтобы посмотреть город, что-то узнать о стране, вот эти дни мы в любом случае тренируемся. У каждой из сестер свои сильные и слабые стороны. Так, например, Вероника – котистка. Небольшой рост дает ей преимущество в выполнении именно этих упражнений. Самое важное – сосредоточиться и сделать на максимум. Если ты этого не сделаешь, ты не выиграешь. А вот Виктория сильнее в кумите. Опять же, благодаря росту. Потому что я там самая высокая была. То есть мне легче заработать очки. А в ката мне не очень было удобно и хорошо, потому что у меня длинные ноги и плохо проседать. Как бы то ни было, результат 19 медалей говорит сам за себя. Кстати, с начала учебного года это уже не первое соревнование. И, конечно же, далеко не последнее. Впереди девчонок ждут состязания в солнечной Италии. Нам же остается пожелать сестрам удачи и новых высоких наград. Спасибо. Спасибо. Спасибо.